так ладно еще раз прическу человеческая почти почти я у друзья всем привет с вами эльфмейстер сегодня мы с вами сделаем обзор на такое замечательное может быть и не очень микрофон от моона dm30 rgb данный микрофон позиционирует себя как с инновейшина в рц 2023 года следовательно звук у него должен быть офигенский я его подключил ничего не трогал ничего не тыкал вот как есть так из об с сейчас записывает у него есть приложение maona link rgb подсветка которую я вам покажу конечно же но и опять же из коробочки начнем по стандарту более подробная распаковка есть у меня в шорсах можете заходить и смотреть на всего минутка и вы посмотрите полностью распаковку с монтажиком очень красиво поэтому я вам рекомендую всего данный микрофон существует в четырех расцветках конкретно это розовый фиолетовый черный и белый у меня на обзоре черный микрофон и у меня уже есть что о нем рассказать учитывая то что я еще даже не коробку не прочитал я под прям только что включил включил мониторинг звука и хочу поделиться уже впечатлениями вот сейчас специально у меня дома такое немножко беспорядок плане того что нету звукопоглощающих вещей следовательно есть эхо плюс готовит века и также у меня стирается стиральная машинка то есть в данном случае проверяться будет у нас опять же на захватывание лишних шумов как работает хорошо кардиоида или плохо это все мы с вами проверим все посмотрим главное главное проверить вот все будет хорошо здесь у нас написано что у нас есть кнопочка digital 3-in-one кнопку который может замутить наш микрофон сейчас и кстати но это посмотрим потом может отрегулировать громкость наушников а также отрегулировать громкость микрофона я вот не знаю я вот прибавляю 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 а ну как будто реально ну-ка если убавлю то есть да это все правильно это регулирует громкость микрофона и в принципе ну давайте я вот оставлю наверное на максимал очки пускай у нас максималка будет либо немножко сделаю пониже я хочу честный обзор поэтому вот так вот rgb lighting display это у нас красный оранжевый желтый зеленый то есть какой такой зеленоватый blue purple rgb loop and вообще полностью полное выключение ну и такие небольшие ништячки что можно установить вот эту вот подножку на вот эту штуку которая называется как называется на штатив на штатив можно вот поставить а также то что она крутится под 300 градусов что позволяет подключить микрофон в любом положении сейчас мы будем то есть с вами на стойке которая идет в комплекте с данным микрофоном по коробке здесь вы можете вот я сейчас давайте вам пониже немножечко что они еще свет и вы приблизите там посмотрите все разу разглядеть и да вот вот так можете поставить на паузу приблизить и разглядеть что здесь написано здесь рассказывается вообще в принципе коротко если чем вдохновлен данный микрофон что он какие плюсы он имеет и также про maona maona большое спасибо тебе за доверие вам точнее извиняюсь спасибо большое спасибо вам за доверие то что вы присылаете второй микрофон как бы первый был но второй обзор делаю поэтому второй микрофон dm 30 rgb в данном случае на обзоры я благодарен за то что уделяют внимание развитию канала развитию и вообще рекламе данной продукции и главное что это реклама она безвозмездная и без принципная то есть я могу рассказать абсолютно все что я о нем думаю чисто свои эмоции и чисто свои впечатления то есть здесь если мне заплатили бы я бы вам сказал потому что мне скрывать нечего я честный человек а если мне не платят я вам скажу что мне не платит поэтому если кто-то хочет что-то мне отправить на обзор присылайте еще обязательно буду сравнивать с микрофонами которые у уже были которые еще будут не буду конечно стране потому что я хочу не тестил но давайте начнем с того что как выглядит данный микрофон вы сейчас слышите как я долблю по микро и это все потому что я задеваю саму подножку она у нас такая плотная и будет ловить каждый шум который есть на столе от любого удара это будет вся вибрация передаваться непосредственно сам микрофон а то еще пишешь да пишет звук просто он так мергает красиво что я щеки был поднимаем микрофон и первое что я хочу про него сказать у него довольно таки увесистая ножка и кстати довольно таки приятное звучание само микро потому что я вот сейчас говорю на скольки ну вот наверно на 10 сантиметрах и звук довольно таки мягкий приятный у данного микрофона есть программа которая может его сделать еще лучше я пока что ее не включал не устанавливал точнее установил но не включал я отдельным окошечко потом сделаю вот ну и так давайте посмотрим что здесь такое микрофон который стоит на одной такой симпатичные ножички подставочки регулируются в соответствии с заявленными 300 30 микро 33 100 просто градусами угловое подключение юсб тайп си и вы можете в компьютер подключить также через юсб тайп си либо через юсб и я через юсб и подключил можно включить мониторинг звука а также посмотрите пожалуйста на то что я сейчас вот кстати сзади говорю и уже не захватывает так хорошо звук но при этом вы меня слышите кардиоида отлично я говорю сбоку и говорю с другого боку то есть кардиоида кардиоида отрабатывать на все сто процентов в данном случае я оставлю rgb подсветочку либо сделаю давайте ну допускай rgb подсветка будет она выглядит довольно таки симпатично вот и просто вот вот так вот себя подниму немножко повыше пускай вам тоже будет видно данный микрофон и я буду вот такой вот кадрированный ну что микрофон вы слышите материалы намного приятнее намного приятнее потому что это это металл дорогие друзья сверху у нас пластик шершавый он вообще никакой не мутится ничего не делать просто шершавый пластик ничего лишнего по центру логотип малона колесико кстати которые тактильно приятные вы вас все слышали все что нужно от мониторинг звука в данном микрофоне просто пушка он не задерживает он записывает очень хорошо я абсолютно доволен здесь есть встроенный поп-фильтр сразу же в микрофон как и в основных делают хороших посмотрим что по люфту передняя сеточка как вы слышите немножко люфтит причем если только ее сжимать но вы же микрофон не сжимаете между булок правильно поэтому он стоит у вас на столе либо прикреплен фонтограф устоит вы его вот просто включили работаете звук слышите на протяжении всего видео поэтому ну прям ну сто процентов вы сможете сделать для себя вывод но если вы человек с хорошим мозгом они атрофированы если что я извиняюсь вдруг если кого-то обидел хорошо мы проходим давайте с вами к кнопочке которые у нас три в одном регулировку громкости мы уже проверили микрофона теперь проверим регулировку громкости наушников я нажимаю один раз я нажимаю один раз и у нас микрофон мутится а если на чем не надо сделать так что переключиться на наушники ну-ка можно до сажать на пару секунд офигеть чтобы вы понимали я зажал на пару секунд и загорелась кнопка наушников вот теперь я могу регулировать громкость а для этого мы с вами сейчас зайдем а кстати стоп я могу регулировать громкость мониторинга звука и соотношение с прослушиванием какой-либо инфы по компьютеру то есть давайте если я включу музыку по сути я должен слышать музыку либо слышать чисто себя для этого мы возьмем какой нибудь трек русский потому что русские треки у нас на ютубе не влочится и это у нас будет вот такая вот песня допустим ахана нас включилась не там где надо мы выбираем то что мы хотим слушать на дм до 30s стоп а у нас из-за того что подключен другой вот я все включил в микро в этот микрофон теперь я слышу микрофона вы не слышите с микрофона вы слышите только задний план ну-ка показывает что максимальная громкость микрофона и здесь я мониторинг звука просто отключил и слышу теперь музыку только при этом тоже тихо это они то мониторинг звука вместе с музыкой отображается зажимаю снова все микрофон от выключен теперь могу регулировать супер данная функция работает причем работает что регулируется сразу и громкость мониторинга и сразу и компьютеры то есть если вы хотите отрегулировать более конкретно и пользуюсь мониторинга звука то как на эльга то где можно отдельно настроить наушники отдельная громкость микрофона и отдельно смешивание не получится просто знаете что здесь звук микро мут и звук в громкость микро мут и в наушниках как ты сейчас громко или тихо хорошо теперь давайте с вами перейдем непосредственно уже в саму программу которая называется моона линк все крайне просто банально и даже немножко скучно линк и линк хорошо просто это везде допустим в эльгаты это вейв линк то есть вполне возможно что это было взаимствовано немножко но я не уверен поэтому просто линк и линк открываем захват окна и выбираем что мы захватываем с вами моона линк вот у нас добавляется такой черный квадрат малевича потому что мы с вами за супрематизм и выбираем то что можем себе позволить правильно а именно приложение моона ну что друзья вот мы открыли с вами данную программу данное обеспечение и здесь мы можем настроить с вами абсолютно все следовательно века там что жарит я надеюсь вам этот жар не слышно здесь мы можем отрегулировать громкость микрофона сто процентов сейчас и убавляется 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 то есть вот соточка давайте оставляем с вами на 70 70 80 самая такая золотая середина когда микрофон звучит как хороший микрофон причем какой бы он не был говнявым хотя опять же это все зависит от микрофона head phone volume mic monitoring то есть майк если вы хотите мониторить звук и тонн он если нет то of и вы себя не слышите в при этом у вас подключены наушники и вы слышите музыку я включаю опять музыку и я музыку не точнее музыку я слышу о себя не слышу теперь мы можем с вами настроить также тональность нашего микрофона и сейчас он стоит deep то есть мы можем с вами вот так вот говорить типа виза естественный голос глубокий звук и просто какими после того как мы с вами сделали глубокую тональность мы включаем натуральную натуральная тональность микрофона уже вот такая вот и теперь вы слышите функцию на чурел то есть если вы натурель то вот может быть вам такая функция понравится для меня как будто бы deep звучит более интересной даже все в ст плагины которые у меня есть на эльга то я их настраивал как раз таки для того чтобы голос звучал более басисто низко и тепло как это делают не конденсаторные микрофоны динамические после этого давайте включаем с вами bright это яркий и яркий звук он звучит вот так опять же здесь на любить теле мне вот брать вообще не нравится поэтому я просто переключаюсь в тип и кайфую от того как это звучит потому что звучит это бомбезно вот вот прям честно звучит в наушниках это бомбезно на монтаже я посмотрю и скажу как это будет звучать но в наушниках звучит бомбезно включаем свет то есть мы можем сразу регулировать свет на данном монет мониторе мне микрофоне это зеленый голубой синий фиолетовый ну мы с вами оставим конечно же какой зеленый правильно потому что зеленый это это классик и также яркость микро то есть вы можете вообще отключить яркость либо сделки прям очень малюсенькую яркости ну то есть классно в принципе в принципе класс к класс к принципе классно так если мы мутимся с вами том то мы ничего не можем вот написано дн-30 коннектор и все то есть это все вот эта штука нам недоступна почему она недоступна я не знаю вполне возможно это было сделано для pd-200x для динамического микрофона от скажите от чего этого же самого производителя маона чек фон фрэмбэй апдейт то есть мы в принципе можем посмотреть есть ли у нас обновление на данные на обновление на приложение молона его нет потому что только что его скачал все верно можем сделать как трюс этот сбросить до заводских настроек а также включить advanced то есть если здесь стандарт а вот извиняюсь просто этот был кнопочки потыкать а потом уже говорить вот можем стандарт включить делать она сразу все настраивается автоматически и выбрана там deep national bright кстати legacy мы не включить давайте legacy включим наследие ухим ничего себе legacy у них подсвечивается даже он золотым цветом если вам сейчас нравится звук намного больше чем при deep natural bright просто включаете legacy и слушайте как по мне это слишком громко и даже немножко пикает как будто можно на 70 включить legacy и будет звучать прям тоже фантастически бомбически все я это узнаю только на монтаже я включаю deep deep звучит хорошо вот deep это то что мне надо включаем advanced settings и делаем 75 что-то средне между 70 и 80 эквалайзер у нас может быть прямой может быть со скосом high-pass фильтр когда верхние частоты урезаются по-моему не знаю либо у нас ровный идет flat плоский звук потом у нас верхние частоты в high-pass фильтр почему-то написано что регулируют и верхние частоты а по факту нарисована штука которая отвечает нижние срезает и оставляет верхние я не знаю здесь кстати скорее всего он оставляет наоборот верхняя срезает нижние и указано именно конкретно это но я просто об этом не понял потом у нас есть presence boost когда у нас средние частотки увеличиваются плоскими остаются и нижние и высокие хотя это тоже не очень потому что в эквалайзере должны быть низкие чуть ниже для того чтобы они были более приятны по звуку а верхние чуть выше а средний ну прям знаете там вообще ничего не трогай почти не надо и также hpf and presence будет то есть у нас верхние частоты и средние такие ну типа а низкие прям вообще урезаются и никакой тональности нету по поводу перегруза а вот я щас просто буду орать я не знаю вот буду сделаю сотку и буду орать но при этом у меня перегруза нету если у вас есть перегруз вы просто делаете compression а включаете compression да и понижаете его можете понизить так что вам придется орать чтобы слышать но мне скорее всего так даже не получится орать и вам придется вот говорить громко чтобы все остальные шумы не захватываются здесь можно настроить сразу шума дав либо просто вырубаете его и вроде как работает сама но если же включаете вы можете отрегулировать то количество звука которое вам нужно произносить это эту громкость которая вас устроит для того чтобы допустим все шумы которые будут ниже данного порога конкретные в данном случае было 15 децибел минус 15 децибел они просто будут урезаны и на этом все лимитр лимитр отвечает как раз таки за то что если вы психопат как не знаю кто идете прямо в микрофон вот сделали вот так и просто орете а у вас ничего не пикает и просто делать так чтобы не было перегруза вот примерно вот так это работает ну лимитр это лимитирует ваш голос чтобы вы не орали компрессор глушит звуки ну и как раз таки давайте с вами переключаться на стандарт потому что стандарт deep это та настройка которую трогать вот абсолютно абсолютно я не рекомендую потому что она реально хороша вот она реально хороша и она реально меня впечатлила по качеству звуку что я могу сказать наверное давайте теперь обсудим цену данного микрофона данный микрофон стоит всего 4000 рублей 4-5 то есть ну да там 4-5 тысяч рублей в зависимости от площадки на которой вы собираетесь покупать данный микрофон я оставляю deep и переношу себя в центр чтобы мы с вами продолжили обсуждение данный микрофон стоит всего 4-5 тысяч рублей и за свои деньги он отрабатывает ну вот не хуже ну конечно чуть-чуть есть похуже по качеству потому что чем elgato потому что elgato у нас извините это уже как бы премиум микрофон который стоит сейчас на данный момент 24 25 тысяч а этот микрофон 4 5 тысяч в 5 раз меньше и звучит ну как по мне очень достойно очень хорошо и интересно плюс насыщенно а главное выполняет свою функцию он работает микрофоном звуки записаны сразу все все модернизируется сразу все корректируется не слышно посторонних шумов лимитер работает потому что я работа сейчас могу орать немножечко и при этом я вижу что у меня все равно в красную зону не выходит вот я как будто даже чувствую себя немножко сейчас рефери на матче футбольном ступлю потому что я не смотрю футбол да хорошо по внутренним характеристикам повторяюсь переходите пожалуйста в профиль который у меня есть то есть на мой youtube канал смотрите на него шорт и там будет все понятно по данному микрофону вы все это видео смотрели абсолютно на одном дыхании скорее всего спасибо что досмотрели спасибо что послушали сделайте выводы сами учитывая то что этот микрофон стоит 45 тысяч у него такой замечательный звук есть мониторинг звука регулировка подсветки да конечно это не настраиваемая регулируемая подсветка но она есть это что можно это прикрепить на штатив маст хэв вот за свои бабки я пока что считаю что это лучше чем dm20 который мне молона прислали и тем более лучше чем фифайн потому что у фифайна вообще даже не было мониторинга звука здесь целая программа приложения но это прям я рекомендую это очень хорошо очень добротно сделано и собрано материалы все металлические классные вот это мой вердикт а ваш вердикт напишите в комментарии понравилось ли вам видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и до скорых встреч надеюсь мы с вами совсем скоро увидимся и сделаем обзор на какую новую покупку или то что мне пришлют потому что как бы надо что-то уже свое записывать они только они только то что прислали все всем удачи ребят всем спасибо всем пока и до скорых встреч пока